МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска – группа компании «Игротек». Квартиры в новом жилом комплексе «Орбита» на улице Нижняя Дуброва. Шесть современных высоток. Все рядом. Детская и взрослая поликлиники. Остановки. 32-15-44. Добрый день. В эфире телерадиокомпания «Губерния-33». Это программа «На всю Владимирскую». В студии Александр Козлов. На гость студии сегодня мой коллега, редактор радиовещания нашей телерадиокомпании «Губерния-33». Сергей Николаев. Сереж, здравствуй. Здравствуй, Сан Саныч. Ну, как вы понимаете, Сергей у нас появился в этой студии не случайно. Помимо того, что он является моим коллегой и руководителем радиоредакции, Сергей Николаевич еще и организатор масштабного торжества, которое пройдет 9 мая в парке «850-летие». Сергей, ну, давай сначала крупными штрихами. Что же будет 9 мая в «800-ке»? Ну, наверное, начну с того, что телерадиокомпания «Губерния-33» не всем известно, является преемником Владимирской радиоучрительной компании. А Владимирская радиоучрительная компания уже 9-й год подряд организовывает подобные мероприятия. Поэтому праздник традиционный, и в этот раз мы решили отгулять его с размахом. 70 лет победы – это дело святое. Поэтому торжества начнутся ровно в 2 часа по полудне и завершатся в половине 10-го вечера. Что же из себя включает? В первую очередь… Марафон прям целый. Целый марафон, точно. Причем интересный, вкусный, хороший и красивый марафон. Самое главное, чтобы погода не подвела. Ну, так вот. В первую очередь это будет выставка ретроавтомобилей. Там же по соседству развернется сборный мобилизационный военкоматовский пункт. Кстати, хочу сказать, что совершенно ни к чему от парка бегать призывникам или отказникам, как их называют, потому что пункт только призыву по контракту. А все желающие, пожалуйста, пришли, договорились, узнали, чего к чему и отправились. Ну, правда, не в один же и тот же день, но тем не менее, служить по контракту – дело хорошее. Рядышком старейшее оборонное спортивное общество России ДУСАФ развернет свою палаточку. Там будет выставка техники ДУСАФСКО и, естественно, презентация того, чем же занимается ДУСАФ. Далее на этой вот площади все это дело происходить будет за бывшей галереей, нынешней галерой, там сцена. И там мы планируем создать некое такое подобие интересного праздничного послевоенного денечка. То есть удивлять публику, у нас сейчас публика искушенная, удивлять публику будем атмосферой послевоенной. Разумеется. Ну, понятно, что шарики и флажки – это само собой, Георгий Скеленышке – это безусловно. И еще в предачку всему обязательно поиграем в домино. Ну, как в послевоенные годы. Что значит поиграем в домино? То есть турнир какой-то будет организован? Совершенно верно. Турнир по игре в домино. Все желающие могут записаться либо на месте поиграть, либо, соответственно, позвонить по телефону 32-67-47, 32-67-47 и записаться, сказать, я, Иван Иванович Валов, хочу зарубиться в козла. Вот что значит радиоведущий сразу так. 32-67-47, 32-67-47. Так, вход платный, бесплатный будет? Все совершенно бесплатно. Безусловно, все бесплатно. Там же будет конкурс вальса и танца военных лет. Понятно, для затравки будут профессиональные танцоры показывать, как же все это дело вальтируется. И все желающие могут к этому делу присоединиться. Будут призы, подарки. Без этого никак. Я вот, кстати, посмотрел, у меня первый, думаю, танцы военных лет. Первое, что пришло в голову – Риорита. Там это звучит. Риорита. Точно, классненько. Это нормально. И Риорита будет, и Румба будет. Все будет. Все как поможет. Регистрация тоже все там же. Все на месте. Все пришли, посмотрели, поплясали, потанцевали. Получили призы, расцеловались. Он все-таки теперь побегает святое. Ну да. А рядышком, вот по соседству, будет сидеть гармонист, нормальный, душевный, уличный музыкант, в военной форме, растянет меха и, конечно, споет любые хорошие песни. Мне вот по поводу ретроавтомобилей интересно. Откуда прибудут, какие машины будут? Помогают организовывать вот эту выставку ретроавтомобилей. По сути, организовывают, приезжают. Это наш известный Владимирский клуб «Автоправда», который находится при Дусафе, при нашем. Дмитрий Поляков, руководитель этого клуба, он уже не первый год там, скажем так, помогает все это дело проводить. И автомобили самые разные. Как правило, это старые советские автомобили. Кстати, пользуясь случаем, с удовольствием приглашаем к параду, к нашему ретро-параду, всех желающих, у кого есть автомобиль до 1975 года выпуска. Ну, включительно, по 1975 год. Кто хочет показать свой автомобиль в хорошем состоянии, опять телефон прямого эфира 326747, 326747. Звоните, оставляйте свои контактные данные, вам обязательно перезвонят, и ваш автомобиль в этот замечательный рядок попадет. Что касается машин. Да, да. Уж извините меня, не заткнуть, я понимаю. Мастерство его ведь не потеряешь. Очень деликатно, Сан Саныч, очень деликатно. Ну, так вот, автомобили самые разные. Начиная от Горбатого Запорожца, будут и москвичи всех моделей, будут, естественно, и Победы, Победа Кабриолет планируется. Возможно, приедет Зим, бывший правительственный. Не уверен, что он будет, но может быть. Обязательно Виллис. И весь модельный ряд советского автопрома. Но поскольку ребята-энтузиасты, которые действительно присматривают за этими машинами, нам, мне кажется, будет достаточно интересно на них посмотреть, особенно молодому поколению. Мы-то с тобой, Саш, видели эти автомобили, мы с тобой пожилые практически, пожили. Поэтому и ездили на Ушасках Запорожцах, и на Горбатых тоже. А вот нынешняя молодежь, понятно, что им что-нибудь на подойе Лексуса подавай. А нет, вот посмотрит, на чем. Нет, ну Ушастый Запорожец, это раритет такой, что я бы опробовал бы, опробовал бы с удовольствием. По поводу пункта набора по контракту. Почему все-таки день праздничный, люди придут там отдыхать, и вдруг неожиданно тут тебе, пожалуйста, военный комиссариат развернул. Почему этот день выбран? Ну, начнем с того, что колхоз делал добровольное. Тут даже никого, руки не крутят, никого никто не сгоняет, но, к большому счету, есть хороший поговорка старинный, кто-то из великих сказал, да, если люди не хотят содержать свою армию, они вынуждены будут содержать чужую. Поэтому, наверное, сейчас, не наверное, а точно, что сейчас в армии служить почетно, в армии служить стало интересно, в армии достаточно неплохое довольствие, как и денежное, так и, собственно говоря, обеспечение и формы, все что угодно, поэтому у молодежи это пользуется популярностью, и почему бы и нет, и в этот святой праздник не мешало бы вспомнить, что все это дело сделано руками наших бойцов, руками красной на тот момент советской армии. Рабоче-крестьянской. Рабоче-крестьянской, пожалуй, так можно сказать, и в нынешнее непростое время, наверное, армия должна быть сильной, победуя о том, что творится в мире. Поэтому, мне кажется, что в самый раз. Мы вот тут вот с Юрием Кармановым военком встречались, когда он тоже приходил к нам на эфир, с ним поднимали статистику, на данный момент уже 50% армии укомплектованы именно контрактниками, 50 на 50 срочники-контрактники, а в ближайшее время, я вот недавно интервью Шойгу читал, до 60% собираются поднять вот это количество контрактников в армии. Так, еще я видел программку этого мероприятия. Я так понимаю, будут какие-то показательные выступления? Совершенно верно. Опять же, наши старинные друзья, наши старинные, хорошие наши друзья, Владимирский юридический институт в СИН России, они туда пригласят роту, я не помню, как она точно называется, но, в общем, это люди, которые в совершенстве владеют боевыми искусствами, это будут показательные рукопашные бои. Рот спортивного совершенства, как она называется. Я так понимаю, сначала показательные бои, а потом прям все участники показательных боев, невольные, да, отправляются на пункт комплектования. Не, ни один кролик не пострадает, в этом, может, не сомневаться. Хотя некоторых кроликов пора бы было, ну, ладно, политики не будем. Ну, так вот, будут показательные бои и будет дефиле роты почетного караула. Мне кажется, что это достаточно интересно, всегда, когда люди в форме, когда они виртуозно владеют и срывым шагом четко отточенным, и оружие тоже владеть им надо. Люди, которые служили, они знают, насколько это сложно и тяжело, поэтому это очень интересно будет. То есть, в течение получаса, как раз где-то с половины пятого до пяти часов до начала концерта, как раз можно будет понаблюдать как раз и за дефиле роты почетного караула, и за рукопашным боем. Мне кажется, это красиво и интересно. Так, то есть, вот просто по времени давай сориентируем наших телезрителей, в два часа начинается у нас это мероприятие. Совершенно верно. Сразу за галерой. Сразу за галерой, да. Так. Ну, где обычные цирки стоят, Владимирцы это знают. Все понятно. И до семнадцати часов вот эта вот первая часть. Анимационная часть, так можно сказать. Анимационная часть будет продолжаться до семнадцати часов. Совершенно верно. После семнадцати часов. Ровно в семнадцать часов начинается большой галлоконцерт «Звезд радиодача». Так, вот о большом галлоконцерте «Звезд радиодача» мы во второй части поговорим. Сергей Николаев, гость студии сегодня, редактор отдела радиовещания нашей телерадиокомпании, одновременно организатор торжеств, которые пройдут 9 мая в парке 850-летия, которые наша телерадиокомпания будет проводить. Мы сейчас поговорили только о первой части праздничной программы, самой вкусной, что называется «Напоследок». В семнадцать часов в парке стартует концерт «Звезд радиодача». Вот об этом будем говорить во второй части нашей программы сразу после блока новостей. Губернские новости в программе на всю Владимирскую. Экзамены сдали все. Таковы итоги прошедшей во Владимирской области лицензионной кампании. Напомним, с 1 мая этого года работа управляющих организаций без лицензии незаконна. А для того, чтобы ее получить, необходимо сдать соответствующий экзамен. Как рассказал сегодня главный жилищный инспектор Владимирской области Сергей Шахрай, экзаменовать представители управкомпании начали с 16 января. Экзамены у нас сдало 255 физических лиц. Это, естественно, должностные лица управающих организаций. Не сдали 7. Большинство пересдали повторно. Кто-то с первого раза, кто-то с второго, кто-то даже с четвертого раза. Но по итогу экзамены были все сданы. Список из желающих получить лицензию на прошлой неделе пополнился еще на 24 единицы и теперь включает 174 организации по всей Владимирской области. За время работы лицензионной комиссии, как говорит Сергей Шахрай, без управления не остался ни один дом в регионе. Хотя 69 организаций лицензии пока не получили. Чаще всего это происходит из-за неполного раскрытия информации о деятельности управкомпании. Это информация о денежных средствах, которые собирались, которые были потрачены. И каким образом они были потрачены. То есть это проведенные работы, планы работы на текущий год, годовые отчеты. Очень многие организации не предоставляли отчеты за предыдущий год, не предоставляли информацию об общем имуществе, об использовании общего имущества. Во Владимирской области проживает только 30% толерантных граждан. Таковы итоги социологического исследования, который на территории 33 региона провел Среднерусский консалтинговый центр. Цифры были озвучены на заседании Совета по делам национальности при губернаторе области. Директор центра Дмитрий Петросян рассказал, что половина владимирцев толком не определилась с тем, как она относится к приезжим в регион иностранным гражданам. А вот 21% наших жителей – устоявшиеся ксенофобы. Наверное, с ксенофобами вряд ли что-то удастся сделать в плане их, как бы, можно сказать, перевоспитания. Почему? Потому что это как раз очень убежденные, мировоззренчески крепкие люди, которые как раз имеют такой вот сгусток ценностных ориентаций в этом отношении. Цели, с которыми иностранцы приезжают в 33 регион, у всех разные. Но чаще всего, благодаря удобной географии и промышленному потенциалу, сюда они едут на заработки. В 2014-м был отмечен 10-процентный по сравнению с прошлым годом рост иностранцев, пожелавших встать на миграционный учет. Таких оказалось более 105 тысяч. Наибольшее количество прибывших занимают граждане Узбекистана, это почти 23% Таджикистана. Следует отметить, что в 2014-м году отмечен рост в 4,5 раза граждан Украины, поставленных на миграционный учет. Их составило 19%. Из стран дальнего зарубежья у нас много граждан Китая, почти 10 тысяч, Италии, Вьетнама и других стран. В преддверии 70-летия Великой Победы в городе Оружейников прошли праздничные мероприятия. Первый вице-губернатор Алексей Марченко, глава Коврова Анатолий Зотов и первый замруководителя аппарата администрации Владимирской области Виктор Кауров возложили цветы к памятнику выдающемуся советскому конструктору стрелкового оружия Василию Дегтяреву. А в историко-мемориальном музее Коврова открылась экспозиция навечно в памяти народной. Руководство города и области посетили дом-музей имени Дегтярева приняли участие в открытии монумента славы на Площади Победы. Отсюда стартовал областной автопробег, посвященный 70-летию Победы. 9 мая в празднованиях примут участие около 50 тысяч ковровчан. Запланировано много мероприятий. От спортивных соревнований до праздничных концертов. В городе Оружейников пройдет военный парад, а закончится все праздничным салютом. В ближайшее время будет проделана работа по реконструкции центральной части города. Видим, что с дорогами надо проблемы решать, с коммуникациями, с тротуарами. Много вопросов накопилось, но мы обязаны в честь памяти наших предков выполнять те задачи, которые бы обеспечили комфортное проживание ветеранов, участников и нашей молодежи в этом городе. Ковров участвует в всероссийской акции «Вечный огонь». Мы будем участвовать в получении «Вечного огня» из Александровского сада и привезем его для области. Это будет на все открывающиеся новые памятники распространено и, естественно, будет присоединено к тем огням, которые уже работают. Как бы уважение к городу Славы, к Владимирской области. Живой памятник Победы. В Ковровском районе активисты высадили более 50 тысяч сеянцев сосны в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Лес Победы». Сеянцы сосны высадили на территории Ковровского лесничества на площади более 10 гектаров. В акции приняли участие более 170 человек. Среди них работники лесного хозяйства, активисты общественных экологических движений, школьники и студенты. В ходе акции на опушке будущего леса был установлен памятный камень с выбитой на нем датой посадки. Всего до 9 мая по всей стране будет высажено 27 миллионов сеянцев по числу наших соотечественников, павших в военные годы. Денис Мацуев выступил перед Владимирской публикой. Выступление всемирно известного пианиста состоялось 2 мая в Центре классической музыки. Концерт был посвящен 175-летию великого русского композитора Петра Чайковского, который Денис Мацуев исполнил вместе с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром. В частности, прозвучал концерт Петра Чайковского для фортепиано с оркестром номер 3 и фортепианный концерт Альфреда Шнитке. Помимо прочего, во время выступления в Центре классической музыки двух владимирских многодетных семей поздравили с получением квартир в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». Как сообщает пресс-служба областной администрации, обладателями новой жилплощади стали и семьи Захаровых из Коврова и артистов Владимирского губернаторского оркестра Трусовых. Добавлю, что с полной новостной картиной дня ознакомиться можно на нашем сайте, адрес сети интернет trc33.ru. Ну а мы продолжаем беседовать с Сергеем Николаевым, тем самым человеком, который занимается организацией праздника для горожан, который пройдет 9 мая в парке 850-летия. Так, ну, об анимационной части мы уже как бы так оговорили все. Сергей, рассказывай, кого ожидать после 17 часов. Что же это за звезды радиодачи? Да запросто. Но для начала, пожалуй, позволю себе отметить, что вот именно на сегодняшний момент, именно на сейчас, именно на сейчас неизвестно, кто же будет развлекать на центральных городских площадках нашего города гостей. То есть пока сейчас звезд федерального масштаба, я подчеркиваю, на сегодняшний момент, может быть, завтра что-то будет известно, пока не предвидится никого. Поэтому ожидается, что площадка в парке имени 850-летия города Владимира будет, скажем так, по звездности самой и самой большой, самой объемной. Откроет программу вокальная группа «Фемида». «Фемида» — это группа, которая приписана к Владимирскому юридическому институту в СИН России. Вроде бы, да, кто-то скажет, вот наши местные исполнители. Ребята, дело в том, что это местные исполнители, но уровень настолько высок этой «Фемида», что «Фемида» выступает во всех концертах федерального уровня наряду с такими звездами, как Кобзон, как, допустим, та же Надежда Бабкина и так далее. То есть на всех вот таких вот серьезных мероприятиях и как в столице, так и во всей России... Сразу уж по ходу, это все будет там же за галерой? Все там же за галерой. Все за галерой, все на сцене за галерой. Там будет сцена, да. То есть у фонтана не будет ничего. А фонтан-то и не работает. И не работает. Фонтанировать будем сами. Так, «Фемида». «Фемида», хорошо. Я посмотрел, опять же, по программе, очень много исполнителей из столицы. То есть я вот просто даже себе записал. Там Михаил Грубов, Ирина Максимова, Александр Закшевский, Андрей Гражданкин, Вера Снежная. То есть это вот звезды радиодачи. Это звезды радиодачи. И не только радиодачи. Не буду делать другим радиокомпаниям рекламу, но на многих радиостанциях звучат песни либо этих исполнителей, либо в их исполнении, либо которые они написаны. Ими написаны. Поэтому те имена, которые вы перечислили, это Александр Закшевский, это Михаил Грубов, Ира Максимова. Все очень известны. Ну, допустим, хорошо. Чуга Рехата, и все прекрасно знают, допустим, Веру Снежную. Веру Снежную, может быть, в лицо не знают. Может быть, еще что-то. Но песню, которую спели с Михаилом Шелегом на пару, «Карточный домик», ну, знают, наверное, все и напевают на каждом застолье. Эта песня уже давно стала народной. Поэтому артисты действительно очень и очень мощного уровня. Они сами изъявили желание участвовать? Как подбирался вот этот состав артистов? Состав артистов очень просто подбирался. По старой дружбе. По старой дружбе. Просто по старой дружбе. Кто-то звонит, Николаев, а ты что там у вас там радио, значит, делает? Концерт-то будет? А что нас не зовешь? Ну, и так далее. Просто старые друзья. Люди, которые и звучат у нас, и у нас в гостях бывают, и очень любят наш город Владимир. Они неоднократно в этом городе бывали. Приезжают просто с дружескими визитами. В этот раз у них нет таких серьезных концертных программ, каких-то серьезных гастролей на 9 мая. Поэтому они, скажем так, не отказались от выступления в столице или в каких-то подмосковных городах. Сказали, мы приедем просто в гости к Владимирцу. Нам просто хочется увидеть этот город. Я так понимаю, еще будет какая-то поэтическая часть программ, потому что я увидел в программе, что есть, по-моему, Александр Стольный, да? Владимир Стольный. Владимир Стольный. Ну, прошу прощения. Владимир Стольный поэт обозначен. Петь тоже будете? Володя Стольный его можно назвать поющим поэтом. Ну, прямо скажем, Вова на меня не обидится, если он меня услышит. Да, он сам это прекрасно знает. Он говорит, я как вокалист, говорит, не ахтика какой. Но стих у него, ребята, стих у него потрясный. Самое интересное, это продолжатель традиции наших известных, так скажем, медицинских бардов, медицинских писателей. То есть Чехов, медик. Розенбаум, как известно, тоже медик. Вот Володя Стольный, медик. Он тоже, он закончил второй мед. Совершенно по-честному писал стихи. Он обладатель... Почему писал? Он пишет стихи. Очень-очень хорошие стихи, интересные стихи. Он обладатель такого звания «Золотое перо Руси». Есть такая премия поэтическая. Вот. И он поющий поэт. Ну, достаточно интересные вещи поет. Я даже знаю, что он споет обязательно песню 21 июня. Вот. Ну, то есть те, кто, я еще раз подчеркиваю, слушает радио «Удача» или радио «Шансон Александров», они прекрасно знают всех этих исполнителей. Я думаю, что обязательно придут и послушают. Помимо Фемиды еще кто-то из области исполнителей будут какие-то? Да. В этот раз мы решили не приглашать, не привлекать артистов Владимирских, вот именно из города Владимира. Почему? Потому что все знают этих исполнителей. Они на каждом празднике кочурили к одной. Мне почему-то кажется, что они без работы-то в этот день тоже не останутся. Конечно, не останутся, потому что у нас действительно замечательные исполнители, если говорить о Владимирских. Но в любом случае горожане их знают. А вот эти люди, которые приедут к нам, они... Ну, их не увидишь каждый день. И в том числе из Владимирской области, Владимирской области будет представлять киржачский исполнитель Валерий Барунов. Валерий Барунов. Валерий Барунов, я не боюсь этого слова, он обладатель просто роскошного голоса. Вот просто природа вот дала вот его, да, вот... Я не знаю, это бриллиант. Вот его, если сейчас еще огранит Гнесенко, да, то это вообще будет алмаз, который... Гнесенки учатся. Он, да. То он просто засияет, засверкает. Парень представлял Владимирской области на... на телеканале «Звезда» в шоу-проекте «Новая звезда», где от каждого региона на Российской Федерации было всего лишь по одному исполнителю. Валерий Барунов как раз представлял Владимирскую область, а сейчас он заявился в проект «Голоса», и я надеюсь, что в новом сезоне «Голоса» мы его там увидим. То есть парень очень голосистый. То есть есть перспектива, да? Уже отбор. Отличная, отличная перспектива у парня, и, в принципе, ну, голос просто потрясающий, потому что ты слушаешь его и действительно понимаешь, что вот велика Россия. Очень важный всегда такой момент в подобных мероприятиях концертных. Кто ввести будет? Ведущий программы артист театра и кино Серёжа Кейн. Это парень из Петербурга, из Питера. Ну, я не скажу, что это суперзвезда, да, как его друг Антон Макарский, но, тем не менее, всё равно Серёжка, он снимается в фильмах, его лицо знает, он такой слегка суровый, и обычно его как-то представляют больше какую-то такую роль злодеев. Хотя, несмотря на свою такую суровость, Серёж очень хороший, очень душевный ведущий, очень эрудированный, очень интересный. Сам, кстати, стихи пишет неплохие, очень любит, и Есенин очень любит читать. Поэтому, я думаю, что Серёжа просто-напросто украсят эту программу, потому что он всё её проведёт на одном дыхании. Хорошо. Хедлайнером кто будет? Ну, хедлайнер, хедлайнер – это имя, это уже имя очень достаточно серьёзное в российской эстраде. Те, кто постарше, ну, как постарше, ну, примерно нашего с тобой, Саня, возраста, да, может, чуть-чуть постарше, да, уже не первой свежести устава мочёнки-то, да, что ж, деваться-скуда. Вот. Кто-то помнит 80-е годы, как начинал «Ласковый май», когда ещё… Попробуй забудь его. Худой Андрей Разин прыгал по сцене, вот, Шатунов 15-летний и так далее и тому подобное, и вот как раз в том составе выступал Олег Пахомов «Ласковый май», как раз он тогда и пел в этой группе «Ласковый май». Позже Олег перебрался в группу «Фристайл», он, конечно, не спел ту известную песню, «Ах, какая женщина», её другой исполнитель спел, я надеюсь, он к нам тоже приехал к нибудь, Серёжа Дубровин, но в этот раз Олег Пахомов со своей группой «Русский стиль». Ну, я могу сказать, что Олега Пахомова люди помнят, знают, у него есть огромное количество почитателей, очень часто звонят в программу «Удачный час» на «Радио Удачи», спрашивают песни Олега Пахомова, да и, собственно говоря, кто и, может быть, не знает, кто автор, но песни Тани Булановой и «Белая черёмуха весны», наверное, знают все, пожалуй, или «Здравствуйте, гости», которые исполняет Виктор Королёв, тоже песня Олега Пахомова. Естественно, они будут уже в авторском исполнении и в исполнении группы «Русский стиль». И в составе группы «Русский стиль» выступает ещё одна звёздочка, 16-летняя девушка, зовут её Катя Денисова, тоже достаточно часто её заказывают, да постоянно заказывают её по «Радио Удачи» в программе, вот, и она, как бы у неё такой сольный блок, лёгкий, это такой женский ласковый май, очень интересная девчоночка, с интересной судьбой, и вот Олег как раз её пригласил в группу, и сейчас она поёт в этой группе, скоро диско её выйдет. В общем, я думаю, что зрители, посетители парка, они смогут и послушать старые песни, и патриотику какую-то современную, и обязательно потанцевать, и лёгкий такой шансончик, без которого в нашу жизнь представить невозможно. В общем, очень наполнена, очень разнообразная программа будет, и я полагаю, что она запомнится. Так, в 17 часов у нас начнётся концертная программа, и те она будет? До половины десятого. То есть, так вот мы посчитаем, если в два часа у нас начинается всё мероприятие, до половины десятого, до 21-30, видимо, необходимо будет какой-то организовать стол людям, полевой кухни не планируется. Так куда же она денется-то? Куда же она денется под лодкой? И каша может быть натрескаться, и спеть, полисать под гармошку, всё рядом, более того. Ну, естественно, это бесплатная гречневая каша армейская, кто хочет попробовать, всегда, пожалуйста. Ну, а кого вдохновить, допустим, сладкой ваты, или шашлык, или попкорн, пожалуйста, по соседству. Гречневая каша с тушёнкой очень замечательная. Мы однажды с сыном ездили в Кубинку от музея военной техники. Гречневая каша уходила, у меня он дома столько не ест. Ну, ты старый турист, поэтому, я думаю, что ты парень привучил со временем. Ну, да, он молодой турист. Так, у нас, к сожалению, заканчивается время, нам бы ещё полчасика, и можно было бы развернуться. Да куда же денется, в другой раз не переживайся, всё хорошо. Ничего, да, благо Сергей Николаев у нас, что называется, всегда рядом, всегда можно обратиться. Сергей Николаев, редактор радиовещаний телерадиокомпании «Губернии 33» и организатор праздничного торжества, который будет проходить 9 мая в парке 850-летий был сегодня гостем нашей студии. Напомню, напомню, должен напомнить, что 326747 это телефон, по которому можно заявиться на конкурс военного танца, на турнир по домино, и, в принципе, получить всю необходимую информацию. И плюс ещё на конкурс, давайте забывать не будем, кто хочет показать свой ретро-автомобиль до 75-го года выпуска. Да, у кого есть копеечка, у кого есть горбатый запорожец, будем рады видеть, обязательно приезжайте, заявляйтесь. Серёж, спасибо большое, надеюсь, всё получится, уверен даже, что всё получится, а вы не забудьте, 9 мая в 2 часа уже всё начинается, а в 17 начнётся концертная программа. Александр Александрович, сам самое главное не забудь прийти, а то ты сейчас рекламируешь, рекламируешь, а потом так отлынешь коротненько. С нашей работой отлынешь, попробуй. Вот славно, там место встречи изменить нельзя, парк имени 850-летия, 9 мая, 14.00. Всё, я, Александр Козлов, с вами прощаюсь, следите за новостями на нашем сайте trc33.ru, там же можно найти записи всех наших программ, до встречи на телеканале домашней, ну и 9 мая, обязательно в парке 850-летия. 6 мая во Владимире ожидается ясная погода, плюс 10, плюс 12. Днём воздух прогреется до 14 градусов тепла, а вечером столбик термометра опустится до 7 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, ветер северо-восточный 5 метров в секунду.